Дождь Мажор Привет еще раз, рок-туса. Я не устаю вас поддерживать постоянно. Смотрите, сегодня мы шли на Бриджит Бордо, но здесь играют такие клевые вообще группы на поддержку Бриджит Бордо. Вот сейчас мы с одним из вокалистов группы поговорим. Меня зовут Дима Гном, я вокалист группы Антология. Вот только что со сцены спустились, жарко, жесть. У вас когда будут ближайшие концерты, чтобы мы могли всю рок-тусу пригласить, чтобы и все увидели это месиво? Обязательно приходите. 19 октября мы будем во Владимире, там совместно большой гиг, короче, локальный, совместно с группами Бурген, Мавзолей, Тирпенкот, там много еще классных команд. В Москве будем в ноябре, пока число не определено, но все, возможно, будет скоро уже узнать там где-то в сети. Скажи, сколько у вас замечательных альбомов записано уже? Два полноценных альбома есть и два сингла, в итоге четыре диска. А сейчас планируется новая программа концертная, после которой сразу последует записи альбома. Я думаю, что весной уже займемся новым альбомом. Ну, о сроках вообще говорить на самом деле не хотелось бы. У нас звезды нашего вечера, группа Бриджит Бордо. Скажи пару приятных, ласковых и теплых слов. Девчонки классные вообще, обязательно послушаем. Ну и на прощание для рок-туса скажи еще что-нибудь. Я бы советовал никому не сдаваться. Вот и все. И вот мы поймали, можно сказать, самого главного человека в клубе, арт-директора Сергея. Сейчас он нам расскажет немного о клубе Дождь Мажор и о ближайших мероприятиях. Привет! Привет, ребята! В общем-то, о ближайших мероприятиях все коротко. Здесь очень много панк-тусовок. Но, знаете, вот то, что сейчас происходит на дискотеке, как в каждую пятницу в субботу, это тупо, блин, дискотека 90-х, стриптиз и прочее, ну, форматная такая достаточно тусовка. Бриджит Бардо сегодня привезли, потому что просто местная публика очень просила группу. Просто стояла на коленях и умоляла, привезите нам девчонок из Волгограда. Ну, мы привезли, как бы, девчонок из Волгограда. В зале трэш, угар, разврат и стриптиз. И хорошо, попкорн и порно, конечно, да. Ребят, всем пис, заходите в мажор, бухайте пиво по 100 рублей, оголтево паритесь в гримерке, ну и прочие-прочие дела. Всем удачи! Кто в Дождь Мажоре не бывал, тот рок-н-ролл не слыхал. И вот наступила торжественная часть. Мы дарим цветы от всех наших зрителей рок-тусы. Девушкам, девушке, пожалуйста. Спасибо. И сейчас мы начнем задавать вопросы. Может быть, стоило сначала задать вопросы, потом подарить цветы. Меня зовут Наталья. Александра. Марго. Скажите, пожалуйста, девочки, на данный момент в России вы единственная поп-группа девичья. Комбинация поп-группа. В остальных группах играют переодетые мужики. Мы стараемся быть как комбинация, но пока что не выходит, не получается. А в каких городах больше всего вам нравится играть? Такой сложный вопрос. Сразу столько... В Саратов. В Саратов в том числе. В Саратов просто второй родной город. То есть больше по Поволжью нравится? Не, не по Поволжью. Очень любим, во-первых, новые города. То есть, когда приезжаешь сюда первый раз, это всегда какой-то... Ну, как вызов или я не знаю, что это еще. Ну, то есть посмотреть что-то новое. Вот, а так вообще каждый раз, ну, просто не приходится раз на раз не приходится часто. Ну, то есть ты приезжаешь, в прошлый раз было там круто, а в этот раз не очень. Или наоборот. Иногда начинается все так себе, а потом оказывается, что концерт был офигенный вообще. И людей было много, и вообще еще и приключения были. Дело в том, что мы сейчас находимся только в начале тура именно этого, скажем так, октябрьского. Поэтому каких-то особых, очень странных историй мы не можем сейчас выдать. Но тот тур дал, скажем так, надежду на то, что этот будет прекрасен. У вас это второй тур уже по России? По России, да. То есть мы часто ездим на нескольких, ну, выездов таких. Третьих девочек, вы чего? Мы ездили в ноябре, потом в феврале. И вот это уже третий по России. Я думаю, Наташа уже знает. Да, у нее больше интересных историй. Сколько всего городов вы объездили уже? Ну, как бы, не повторяясь. Ну, много, наверное. Если считать Украину, то много. А на Украине где были? Ой, Запорожье. Начиная от Мариуполя и заканчивая Львовом. Мы проехали с Восточной до Западной Украины. Мы выступали на классном фестивале «Республика» в Каменьце-Подольском. Вообще бытует такое, скажем так, сплетня, что на самом деле вам тексты пишет Бронемир Паршиков. То есть известный. Мы очень любим Бронемира. Мне кажется, Бронемир бы упал просто. Да. Мне кажется, он распространяет эти сплетни во мне. Бронемир классный. Мы вообще впервые. Бронемир классный. Мы пытались послушать то, что он пишет, скажем так, для себя. Но, мне кажется, настолько разница. У нас разные взгляды на него. Да, это точно. Просто Бронемир, он редко возвращается в родной город. Он три месяца, по-моему, или два месяца уже в туре, и мы его видим там. Он приезжает, концерт дает и уезжает. У него, мне кажется, сейчас уже нет родного города. Когда он приходит на наши концерты, мы жутко удивляемся, радуемся, обнимаемся, да, и говорим спасибо. Потому что, ну, это реально необычно здорово. Насколько я знаю, вы единственная группа во всем мире, которые не записали песню в поддержку PC-Ride. Каково это быть настолько оригинальным, что просто-напросто не поддержать это? Ну, просто оригинальный, и поэтому мы не записали. Я думаю, что это правильный ответ. И вообще мы стараемся этой темой особенно касаться. Это скорее не музыка, это перформанс. Это, ну, немножко иное. Мы не там, да. А скажите, пожалуйста, вот у вас есть песня, а твой друг тоже уедет в Петербург. Вот скажите, вот ваше мнение, стоит ли с Петербургом ввести визовый режим и как бы ограничивать время въезда туда и побольше людей оттуда выгнать наконец-то? На самом деле это... Каверзный вопрос. Каверзный, очень каверзный вопрос, да, действительно. У нас просто мы написали эту песню, и все наши друзья сразу уехали. То есть до этого они не уезжали, а вот они уехали. Вот когда они уезжали, я думаю, нужно было вводить визовый режим. То, что мы по нему уезжаем. Все-таки мы, мне кажется, спровоцировали массовую миграцию в Питер, из Волгограда, так или иначе, потому что действительно все наши друзья просто свалили. Дело в том, что все песни сбываются независимо от того, чем ты поешь, и это страшно. Мы будем надеяться, что вы будете петь только хорошие песни. Мы уже тоже надеемся. Бытуют такие слухи, что вас спонсирует администрация вашей области для того, чтобы отнять у Иванова статус город-невест и чтобы все мужское население нашей страны ринулось в Волгоград. На самом деле я могу сказать, что в Волгограде очень красивые девушки. Это отмечают не только Волгоградцы. Наташа, ты должна об этом говорить. 5 минут эфира. Давай, начинай. Девушки Волгограда настолько прекрасны и, мало того, образованы и интеллигентны, что покорят любого мужчину любой страны и не только России. А еще и в 14 на одного парня. Да, между прочим, у нас, якобы по статистике, на одного волгоградского парня приходится 14 волгоградских девушек. Ребята, вот на этой оптимистичной ноте мы, наверное, сейчас все соберемся и уедем в Волгоград, потому что ждать больше не имеет никакого смысла. Какие лично вы посещаете концерты и какие группы вам нравятся? Я симфирую пропустила ради этого тур. Да, нам наши друзья просто позвонили именно с концерта, вот так вот послушать, собственно, телефон, как она там поет. Говорят, что звук строил как будто Иисус. И мы так уже ехали как раз где-то между Волгоградом и Воронежем, вот, и слушали только по телефону. Спасибо огромное за интервью. Очень приятно было с вами общаться. Спасибо вам. Спасибо вам, ребят, большое. Спасибо. Погнали. Спасибо. 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 Спасибо.